Культ поход Культ поход Санкт-Петербургского театра Вертум Бродский пилигрим называется Итак, давайте поговорим Об этом мероприятии Уникальный проект, потому что он уже Относительно давно путешествует по всей России Даже собирает большие залы февармонии Но вот в Кирове мы договаривались два года Чтобы сошли звездочки И они сошлись Два года упрашивали Найти местечко в графике Там же ведь он сложный Потому что и актеры, и музыканты И допустим, актеры Они играют в театре Им нужно выделить свободное время Чтобы они могли поехать Освободиться от своих спектаклей В Санкт-Петербурге И поехать по России Чтобы это было им интересно Чтобы можно было купить дорогу И что-то там немножко заработать И вот тут совпали звездочки Поэтому четыре участника этого проекта Будет у нас Это будет барабанщик Это будет актер и актриса Которая будет читать стихи и поэзию Бродского И произносить какие-то достоверные документальные истории Которые были связаны с поэтом И плюс будет видео-арт Давайте перечислим У нас есть в анонсе имена, фамилии актеров Юрий Бедрак, Владимир Павличенко Это музыканты Елена Бедрак И Роман Бахусов А это, соответственно, актеры Да Ну а Елену Бедрак мы надеемся чуть позже набрать Да По телефону она выйдет с нами на связи Тоже свое отношение Выскажет к приезду И немножко расскажет об этом спектакле Любопытный формат довольно Литературный джаз Необычный, можно сказать Давайте поясним, что это такое Они как раз, в смысле, искали новую форму Для того, чтобы выразить В современном контексте Материал, с которым они работают Посвященный Бродскому И у них это получилось Но если люди собирают в других крупных городах филармонии Это о чем-то говорит То есть люди И в принципе, ведь Бродский Это не развлекательный формат То есть это не развлекательная поэзия Которая собирает большие залы Это на подумать Ну, надо включать мозг Ну, с другой стороны Бродский, это опять же фамилия Мобилевский лауреат и так далее Все-таки уж не совсем, можно сказать так Ну, учитывая то, что у него было 7 классов образования Из 8 класса его выгнали И он ушел сам, собственно И как бы пересдавать не стал По причине марксистской идеологии Довольно распространенная история Для людей гениальных Он поступал с официальным образованием Для людей в целом Как он себя искал, интересно То есть он пошел в Балтийское училище Ему отказали Он думал, что это по причине его национальности Пошел работать фрезерующиком Учился год Тоже оттуда ушел Потом пошел помощником доктора В медицинский колледж Думал, что будет доктором И даже вскрывал собственную труп И занимался этим В помощь доктору И тоже потом передумал этим заниматься И нашел себя вот таким вот образом Поэтом Его спрашивали на суде Вы, Бродский, кто по образованию? Он говорит, я поэт Он говорит, ну какой вы поэт? Ему судья говорит, у вас есть образование? Вы на чего учились на поэт? Он говорит, ну я думал, что поэт это от Бога То есть вот Известная фраза Из искра вложенная Мы к этому относимся абсолютно синхронно Мы считаем точно так же Что это вообще за формат Вот этот литературный джазовый спектакль? То есть как это будет все вот Соединено Как соединено будет Как это будет подаваться Какая структура Джаз в словах и джаз в музыке Как они будут переплетены? Картинка будет следующая Сцена, на ней стоят два актера Елена и еще другой Роман Роман, да С хорошей фамилией Бахусов Прекрасная фамилия Отличная Доисторическая Хотел бы я такую Дух свободы На фоне двух актеров Будет видео-арт Который будет показывать историю Самого поэта То есть там документалистика И до документальная хроника Сопровоздать Декларирование стихов Будут музыканты И музыка Современный джаз Вот То есть музыка там как бы Немножко на заднем плане То есть впереди слово А музыка как бы такая Компанирующая Вальтаку игра Атмосферу создается Все-таки слово На переднем плане Конечно Вы знаете музыку Как бы как действует музыка Мы ее послушали 15 минут танцуем Помним Потом забыли А вот бывает Что книжку прочитал И это на всю жизнь Ты уже обратно В другое сознание Не вернешься Для меня вот поэзия И работает так Я недавно для себя Полноценно это открыл Это удивительный феномен А музыка Нужна Знаете для чего Она останавливает Как бы ум Который постоянно Что-то говорит И в этот момент Начинает проникать Смысл слов Которые произносятся Со сцены Поэтому музыка Вот так работает Причем Она расслабляет Отвлекает А слова Начинают постепенно Проникать в сознание Это какая смазочка Получается Чтобы слово Легче проскакивало Чтобы разум ему не мешал Не то чтобы легче Быть услышанным Важно для поэта Быть услышанным И вот музыка помогает В этом формате Это все инструменты Которые будут представлены Клавишные и барабаны Клавишные и барабаны Ну и как бы Будет минус Сопровождение Записи Барабаны Технологии позволяют Нынче клавишные Такие барабаны Уже не живут Совсем когда минус Это как бы плохо То есть Должна быть живая музыка Должна быть Хотя бы пару Или один живой музыкант А здесь будет целых два Клавишник и барабанщик Сколько постановка Этого уже существует Сколько она уже Путешествует по России У них несколько проектов Два года точно Путешествует по России Я говорю что Собирает филармонию В некоторых городах Феномен Там тебе удается договориться С филармонией Ну вы знаете Какие-то вот Такие вот проекты Вот подобного плана Они начинают Собирать людей В наших городах Через три года Может быть Поэтому как бы Здесь не приехало Задержка Не приехало Шесть музыкантов Там еще Помимо Клавишника и барабанщика Участвует Контрабасист И трубач Вот Поэтому в этот раз Решили как бы Оставить Но кстати В следующий раз Мы думаем о том Чтобы начали с Бродска А потом перевести Порезю Ахматова Это они же делают Да Они же делают То есть у них Такой же формат Поэтическо-джазового театра Уже устоявшийся Устоявшийся Они сами актеры Профессиональные Академии театральных искусств Музыканты тоже актеры? Музыканты Ну вот Елена точно актерка Если мы с ней Сегодня выйдем на связи У нее Как бы есть Профессиональное Образование Актрисы Полученного Академии театральных искусств Про Бродска Говорим И невозможно это Ну смешно об этом говорить Ребята выставляют Какие-то требования К концертной площадке К галереи придется Как-то Ну есть конечно же Поднадужиться Чтобы соответствовать Переформатироваться Переформатироваться Понимаете Ну как бы Это то же самое Вот Николай тоже Профессионал И да Его благодарен Потому что Он не подсказывает Какие-то фишки Потому что Он участвовал В галерее современное искусство Которая была первая Мы наверное вторые Как бы да В Кировской Вятской губернии Вот И вот это очень важно Чтобы Кто-то мог Помогать Словом и делом Ну кстати Я говорю Недавно рассматривал Когда архивы Той старой галереи Нашел твои фотографии Ты там еще на барабанчиках Миша выложил Да-да-да Да-да-да Классное фото Хорошее Тогда было Ух прям бурно Какой-то Ну прям жизнь была Мишко по-моему Валера Рокер И ты втроем Валера Рокер Да, Мишко Мы как раз играли Композиции Что-то в формате Роберта Фрипа Вот тоже Вот тоже в художественной галерее Так сказать Да, вот такой немножко Рока было Ну вот там тоже Изобразительное искусство Поэзия И поэзия тоже была всегда И поэтому там не было Яблоку где упасть Нужно какое-то время Для того, чтобы в проектах Появились люди В подобном формате Ну можно перечислить Да, наверное Немного Какие произведения Все-таки Бродского Прозвучат Большая легия Джона Донна Натюрморт Осенний крик ястреба Поэмы Новый Жюль Верн Шествие Письмо Брежневу Открывки Снеги Волкова Да, диалоги с Иосифом Бродским Такая уже Классическая книга Еще про музыкальную составляющую Хочу спросить Что за материал-то будет исполняться Авторские Авторские То есть созданные Написанные Самыми музыкантами Это музыка Когда раздается здесь и сейчас Поэтому там есть уже В смысле заготовки Конечно же есть Определенные И они будут исполнены Это авторская музыка Я думаю, что фактор настроения Там у музыкантов И у актеров Он тоже есть Безусловно Они выйдут Почувствуют Возможно Иначе исполнят И поэтому Всякий раз Как они исполнят Как они исполнят Как исполнят музыканты То есть это все будет Можно предварительно Посмотреть видео В Ютубе Чтобы было понятно О чем мы говорим Своего рода трейлер Это да На сайте галереи Прогресса Он есть Это профессиональный Проект Это первое А второе Он действительно волшебный И удивительный 16 плюс Возрастное ограничение Ну там да Будет пару слов Должны об этом упомянуть Нужно будет 16 плюс Возрастное ограничение Еще раз напоминаю 11 ноября В субботу 6 часов вечера Галерея прогресса Собственно билеты Можно уже Да Ну вот классно Что там будет Не просто только поэзия Допустим Некоторые люди могут Не сразу понять Поэзию Бродского Да Там будет документальная Хроника Которая будет Декларироваться С артистами Да Они будут импровизировать Как допустим Приходил суд над Бродским В разных ролях То есть двое человек Будет имитировать Вот такое действие Под названием Суд над Бродским То есть можно попасть В атмосферу В это Что было Это очень интересно Когда столько мало У нас не так много Времени сейчас Но за час Там с 20 по-моему Идет спектакль Можно попасть В атмосферу 60-х годов И заканчивая Как бы Ну рождением Жизнью и смертью Великого писателя Поэтому После того Как завершится Постановка общения С исполнителями Всегда Будет Некое обсуждение Рассказывание мнений Своих комментариев По поводу Увиденного Услышанного Ну классно Когда ты уходишь И сохраняешь Это впечатление И она чтобы держится Хотя бы до утра Вот это важно Дмитрий Шиляев Руководитель Центра современного искусства Галерея прогресса У нас подошло Время небольшой паузы После которой Мы озвучим Список призов И начнем розыгрыш Культ поход В эфире программа Культ поход Итак Дадим возможность Нашему гостю Дмитрию Шилеву Немножко передохнуть И Все внимание Сейчас на Николая Гулькова Список 11 днем Объемистый Сейчас я попробую Его без ошибок Прочитать Во-первых Пригласительные В драматический театр Это сегодня В 18.00 Дядюшкинсон 12 плюс Завтра 28 октября В 17.00 Старший сын 16 плюс Два приклассных спектакля В драматическом театре В театре Кукол 28 октября Огниво Ограничение 0 плюс Я думаю Вопросов к этому нет Пригласительные Двоих В театр На Спасской 28 октября 18.00 Полет на Марс Не торопимся Давайте я поясню Полет на Марс Что такое детство Отдельный огромный мир Это дворы И песочница во дворе Качели Гаражи Заборы Мороженые Конфеты Рваные рубашки Ссадины И так далее Главные герои Эти постановки Димка Вовка И Галка Самые обычные Мальчишки И девчонки Димка Вовка Только Галки В студии Смешливые Непосредливые Озорные И хулиганистые Здесь каждая встреча Становится событием Каждое событие Приключением И каждая фантазия Должна быть Немедленно воплощена В жизнь Потому что В детстве Нет ничего невозможного Надо только По-настоящему В это верить И тогда Любой самый Невероятный Проект Станет реальностью И звездолет Конечно непременно Отправится в космическое путешествие Даже если Вместо мотора У него будет Обычный вентилятор Позаимствованный На время У бабы Любы В общем Замечательная Такая светлая история Полет на Марс Название само по себе Говорящее Так что Это 28 октября В 18.00 В нашем театре На Спасской У нас есть Пригласительная В кинотеатр Смена На двоих У нас есть Пригласительная В Вятский Палеонтологический музей У нас есть Билеты на концерт Известного 17 ноября В 18.30 В ДНТ У нас конечно же Так напомню Что Семин Организует Арт-студию Маска И группа Компании Норма У нас конечно же Есть пригласительная В Центр Современного Искусства Галерея Прогресса Ну во первых Это на прекрасную Выставку Татьяны Дедовой Вятская губерния Города и села Сто лет назад А также пригласительный На одну персону На диртурно Джазовый спектакль Санкт-Петербургского Театра Вертумбродский Прямом На столе Если их лежат Если их выиграете Они достанутся вам Они прямо будут ваши Уже Это Ван Сюйфен Как мы выяснили Уже две передачи назад Это все-таки женское имя История чая Человека в фактах Легендах Ну я думаю Тут не надо больше ничего говорить Прекрасная изданная Красивая книга Очень интересное издание Мишель Пастуро Черный История цвета Продолжение смелого проекта Французского историка Об истории цвета В Западной Европе То есть история цвета В данном случае черный Как видите Книга очень стильная И красивая И книга Ирина Соковых Твоя новая жизнь За шесть месяцев Волшебный пендель От счастливой хозяйки Любопытная и полезная книга Для тех Кто стремится стать Флай И жить Используя принципы Тайм-менеджмента То есть это и другие книги Вы конечно можете купить В магазине Читай город По адресам Преображенская 65 Это торговый центр театра Либо Ленина 103 Торговый центр Крым И Еще один приз У тебя в руках Да В самом конце там списка Я сейчас в руках держу диск Честно говоря Он в упаковочке Не стали распечатывать Называется он Мы вышли из кино 55 Это сборник Посвященный 55-летию Виктора Цоя 55 ему могло Исполниться в июне этого года На этом диске Представлены исполнители На творчество Которых оказало влияние Группа кино Это полностью авторский материал Многие песни издаются впервые В общем уникальный диск Для поклонников группы Мы вышли из кино Да И кстати имя Виктора Цоя Надеюсь еще сегодня В культпоходе У нас прозвучить не раз А Появился у нас этот диск Позавчера Когда к нам приезжал Главный совет России Исследователь творчества Цоя Виталий Калгин Я думаю что у нас Замечательная душевная беседа Здесь получилась В дневном развороте Вот такие призы сегодня Ну что Смотрим на нашего гостя На нашего гостя Потому что первый вопрос Начинаете крутить барабан Да Ну отчасти он сложный А отчасти очень простой То есть Самый любимый русский поэт Иосифа Александровича Бродского То есть просто нужно Звать любимого русского поэта Иосифа Бродского Нет ничего проще Да Казалось бы 211-101 Ждем ваших звонков Любимый русский поэт Ну информация доступная Ее можно найти Информация доступная Да Если кто-то Ну в принципе Даже интересовался Биографией Бродского То эта фамилия Напоминается много раз Без этого как бы Наверняка есть еще И писатель любимый Не только поэт Есть Немного Художник И так далее Вот уже есть у нас Желающий ответить Ну что Добрый день Здравствуйте Александр Александр Да Ну кого вы назовете Ну я думаю Что Пушкин Ну конечно Александр Сергеевич Интересно что Александр позвонил Александр позвонил Все совпало Совпало Александр Пушкин опять же Вот Ну что Александр Совершенно правильный ответ Я думаю что Было бы удивительно Если бы это было не так Что бы вы хотели получить Билеты в смену Билеты в смену В кино пойдут Не кладите трубочку Эти билеты уже ваши Вам объяснят Как их получить Так Продолжаем наш розыгрыш 211-21 Николай пожалуйста Поймите что билетов в смену У нас там больше нет Сейчас ручку дам А я так сказать Помятую о первом нашем часе Сегодняшнем Где мы говорили Про проникновение Русского языка И русской культуры За пределы За пределы нашей страны Буду говорить на тему Проникновение Вот именно русских Каких-то образов В рок-культуру Потому что я всегда Говорю про культуру Попрошу поставить Маленький фрагмент Произведение Это звучит Это звучит Такой коллектив Под названием Эмерс, Лейк и Палмер А произведение Которое они исполняют Называется Заклятие бабы-яги Вот баба-яга Уже чувствуете Как русским духом запахло И вот это произведение Которое они исполняют Это часть большого Такого произведения Оно основано На русской музыке А именно на фортепианной На цикле фортепианных пьес Русского композитора Вам предстоит угадать Что использовали Эмерсон, Лейк и Палмер Для того Чтобы создать Своё такое произведение Это были времена Года Чайковского Цикл фортепианных пьес Это была детская музыка Прокопьева 12 легких пьес Для фортепиана Или это были Мусоргские картинки С выставки Вот тот угадает Получит наш следующий приз Чайковский, Прокофьев И Мусоргский Именно фортепианные циклы Из разных пьес Вот название Заклятие бабы-яги Причём скажу Что у русского автора Такого произведения не было Это они уже сами Сейчас пытаюсь ещё понять Что это за направление Сейчас прозвучал Синтинг какой-то Это арт-рок Обыкновенный арт-рок Ранние 71-е годы Арт-рок Да-да-да, конечно У нас уже есть желающие Давайте Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Андрей Ну я думаю, что это мусоргские Картинки с выставки Ну да Хотя на самом деле Заклятие-то бабы-яги Насколько я помню У мусоргского не было Ну там есть баба-яга Там есть И дом есть На курьих ножках Так сказать Есть безусловно Это также вклад Кейта Эмерсона Ну что ответ совершенно правильный Андрей Что будете сегодня получать у нас? Ну на Бродского, конечно Пригласительный на Бродского Ну было бы удивительно Опять же, Андрей Если бы Андрей не пришёл Спасибо, что Хорошо, Андрей Пожалуйста, не кладите трубку С нашим редактором Пообщайтесь И А, у нас там не упомянут этот 300, да? Почему есть? А, есть Вот мы его вычёркиваем Хорошо, хорошо Ну и теперь давайте вернёмся к Цою Вот мы в среду Когда у нас Виталий Колгин И Владимир Головёнкин были в студии Мы Цою не исполняли Наверное, из-за уважения Из-за какой-то А, там ещё же вечер был В 5 часов Потом в библиотеке Минигерцена Ну а сегодня в культпоходе В пятницу Я всё-таки предлагаю вспомнить Самые известные Самые любимые композиции Виктора Робертовича И его коллег по группе Кино Дозвонитесь, пожалуйста 211-101 И эта композиция Часть её Несколько строк Припев Или часть куплета Исполните, пожалуйста Да Спойте нам Из репертура группы Кино 211-101 Очень ждём Вашего звонка Жаль, что мой сын сегодня в школе Он так его любит Он бы сейчас спел бы Весь каталог, да Дозвонился бы И спел бы Обязательно, да Алло Есть у нас звонок? Да, вот Ну что, сейчас будем слушать Да Наверняка нам дозвонится Светлана Как думаешь, Светлана? Нет, не Светлана И Светлана Сергей Алло Да, Сергей, да? Да, да Да, Сергей, ну давайте что-нибудь любимое Из группы Кино Хотя бы немножко Группа Крови на рукаве Мой порядковый номер на рукаве Пожелай мне удачи в бою Пожелай мне удачи Да Отлично Хорошо, Сергей Отлично принимается Вспомнили эту композицию Группы Кино Что хотите получить теперь? Ну, у меня это диск Диск, отлично С удовольствием вам его передадим Запечатанный Нам было наставление Никуда его не прятать Самим не забирать Обязательно нашим слушателям В общем, выполняем это пожелание Наших гостей Которые были позавчера И не кладите, пожалуйста, сейчас трубку Редактор вам пояснит Ну а теперь до перерыва Все-таки я предлагаю нашему редактору Начать набирать Елену Бедрак Актрису Она сейчас географически находится Я думаю, что в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Общались с Юрием Бедраком Они родственники Фамилия довольно-таки нечастая Я думаю, что вероятнее всего Родственники по обоюдному согласию Хорошо, сейчас будем набирать Все-таки какую публику ждете, Дмитрий? А есть аудитория? Ну мы сказали, что 16 плюс Есть 100 человек, которые ходят на подобные 120 человек Гарантированно ходят на подобные проекты Я думаю, здесь будет больше все-таки Желающих, по крайней мере Не знаю, как там у вас с билетами Но желающих наверняка будет больше Надеемся, что так Пока так вот на стадии... Потому что совершенно уникальный проект Во-первых, формат уникальный Во-вторых, фамилия Бродского Которого, извините, поклонников у нас очень много Но я вам никогда не скажу одну историю Приезжал Шуйский, Юрий прекрасный Один из моих героев, собственно Который возил сюда прекрасный Татьяну Небушманеву фильм И помогал их сюда перевозить Для сталкера, ну, киноклуба И он выступал у нас в галерее Расказывал польское кино И в один момент перед 60 студентами Он там обморился о том, что есть такой Сокуров, вы наверняка знаете Закончите Мы не знаем, кто это Для него это было шоком Итак, вышла с нами на связь Актриса Елена Бедрак Елена, добрый день Добрый день Вы в прямом эфире нашей радиостанции И мы будем ждать вас 11 числа В нашем городе на постановке Для кировского зрителя Вернее, на премьере для кировского зрителя Спектакля Бродский пилигрим Вот у нас есть буквально пара минут Презентуйте нам, пожалуйста Это творение Чего ожидать нашим зрителям? Я думаю, что Почему такое эхо? Ну, потому что это эхо Это Москва Я думаю, что Самое важное Ожидать Чего-то нового От От вас? От нас? От поэзии, от нас От хорошо знакомых строк Да, да, да То есть это будет И те, кто Те, кто Любит именно актерское Ну, я не знаю Предпочитают актерское исполнение Это будет именно актерское Исполнение Не 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 исполнение В То есть вы не будете Изображать Иосифа Александровича, да? Вот его вот этот Такой гнусавый Монотонный голос Он не будет звучать Нет, мы не будем его Его пародировать То есть это будет Такое Как бы Немножко авторское Звучание То есть как вы Его видите, да? Да Это будет абсолютно Актерское Актерское чтение Именно так, как мы Его чувствуем И так, как мы Его понимаем Поэтому Люди, которые Привыкли Именно к Авторскому Исполнению Мне кажется, что Им будет во всяком случае Интересно Забавно Посмотреть, как это Делают актеры Вот Елена, мы вас отлично слышим Вы продолжайте Говорите, не останавливайтесь Нам Вы знаете, мне так неудобно Я не знаю Я начинаю Мычать Как автор Нет Вы в эфире у нас В прямом эфире Звучите хорошо Без каких-либо помех И отзыва Нет, мне невозможно Просто эхо Которое начинает длиться Вот я не знаю Нет, эхо нет Но все-таки, пожалуйста Еще расскажите о том Сколько городов Вы объехали с этой постановкой Знаете, я сейчас Вот так на вскидку Не помню, может быть Даже все города Но это десяток городов Это Екатеринбург Нижний Тагил Саратов Ярославль Сочи Краснодар Ростов-на-Дону Воронеж Липец Практически вся европейская часть Получается В Аркадии Райкина Театре Насколько я знаю Выступали С этим проектом Да Да И как публика Как публика принимала Какую Какую отдачу получили Как можете описать Вы знаете, я не люблю Я не люблю вообще Вот тему Как принимает публика Потому что публика Принимает по-разному Но Мне кажется Это какое-то будет Самолюбование Потому что Эта программа Всегда принимается Людьми Открыто На ура И Я не знаю В нас влюбляются Именно через эту программу Во всяком случае Все это время Было Именно Так Я не знаю Как примет Наскиров Хорошо примет Не беспокойтесь Лен А вот этот Сам формат Когда вы читаете Стихи Бродского И на заднем плане Звучат джазовые импровизации Вот Это как-то Настраивает вас На какую-то волну Вам не мешает это? Вы знаете Когда мы Брали впервые Вообще Стихи Бродского И пытались их Как-то С чем-то соединить Музыкальным Джаз Оказался Самым Верным Каким-то Камертоном Для Для этих Стихов Потому что Ну Как вы понимаете Актеры Мы растем Актеры Мы брали Стихи Когда нам было Там Лет по 25 Сейчас нам больше Мы меняемся Музыка меняется И в общем Это живая Такая Живая Текстура Что ли В которой Мы существуем Растем Джаз Это такой Сейшн В общем Это живой пульс Елена Спасибо вам большое Елена Спасибо большое Желаем вам Успешно Удачно вам добраться До нашего города 11 ноября 18.00 Галерея Прогресса Спасибо большое Елена Бедрак Спасибо вам Всего доброго Елена Бедрак Актриса Город Санкт-Петербург Быстро на рекламу И продолжим розыгрыш Культпоход Я думаю Что наши слушатели Очень-очень ждут Продолжения розыгрыша Поэтому мы не будем Вас больше томить 211.101 Следующий вопрос От Дмитрия Какой духовный опыт Помог Сформировать Бродского Как поэту Какой духовный опыт Помог Бродскому Сформироваться Как поэту Как личность Еще вбрасывайте Еще вбрасывайте Подсказы Что повлияло На Бродского Какое ощущение Помогло Чувство Чувство Мне кажется Лома подсказывать Уже не стоит Если кто знает Подробно Какой случай В жизни Помог Сформироваться Бродскому Превратиться В поэтическую личность Вот так вот Ну мудрствовать Тут Мы не посоветуем Это все гораздо Привычно Для людей Творческих Гениальных Для живописи Для музыки Особенно Мне кажется Вот это Чувство Этот толчок Он практически Идентичен У всех Великих людей Один на всех Один на всех Другого нет 211.101 Ну давайте Уже Безусловно Уже есть звонок Здравствуйте Здравствуйте А как вас зовут? Меня зовут Надежда Надежда Ну что же Попробую ответить Что это любовь Это правильно Безусловно Мы сейчас В перерыве Очень активно обсуждали Как же это нам Преподнести Вот это все А это простой Любовь Как Марине Басмановой Дочери художника Ежесная Надежда Мы вам очень рекомендуем Выбрать билеты В театры Потому что они На выходные Согласитесь Выбрать их Драмтеатр 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 Как мы Интересно Этот альбом В Советском Союзе Был чрезвычайно Популярен По одной простой причине Он был здесь Жестко запрещен Потому что Он вышел в 83-м году Как раз на фоне Смены наших Вот этих Великих похорон Брежнев Брежнев Черненко Андропов Вот это все И в этом альбоме В одной из песен Напоминался Один из наших Генеральных секторей Представляешь Да еще в такой Коннотации Неприятной Поэтому его было Резко запрещено И соответственно Раз было запрещено То поэтому Он пользовался Популярностью Да кого же Из наших генсеков Да Розен Водерс Перепел в этом Из наших Из прошлых Ну из наших Да понятно У нас сейчас нет уже Это был Черненко Это был Брежнев Или это был Андропов Собственно говоря Очень простой выбор Чуба Ну можно и так Группировка Чуба Есть желающие уже Ответить Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ну что как вы думаете Кого же Роджер Как вас зовут Давайте сначала спросим Елена меня Елена да Второй вариант Второй вариант Это у нас кто Леонид Ильич Леонид Ильич Совершенно верный Ответ Да Причем в таком Контексте Что Брежнев Тук Афганистан Брежнев захватил Афганистан Тук Тук А Бегин Тук Бейрут А Бегин захватил Бейрут То есть такое сравнение Которое конечно не приветствовалось Вы совершенно правы Это был Леонид Ильич Брежнев Что бы вы хотели получить На Спасскую На Спасскую Прекрасно Это театр на Спасской 28 октября 6 вечера Полет на Марс Да Да Все Не кладите трубочку Объяснят как ваши билеты получить Спасибо Ну что Володь Снова про Цоя Да про Цоя Ну вернее не про Цоя А композиции Песни Цоя 211-101 Мы с удовольствием вам подпоем Что у нас было уже Группа Крови Группа Крови была Ну а там каталог длиннющий Так что я думаю Выбрать есть всегда что 211-101 уже Хотя честно говоря Я думаю что все-таки Первая прозвучит Не эта песня От наших слушателей Про Белый снег Про Белый снег Или там и Зассы Там знаешь Там такая более Как бы раскрученная что ли Ждем вас Не стесняйтесь У нас еще призы И книжки И билеты всевозможные Но театров-то у нас уже нет Да мы разыграли Нет почему У нас есть еще Дядюшкин сон А Дядюшкин сон у нас есть У нас есть Театр У нас Бубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубуб Совершенно, да. Скоро кончится лето, замечательно. Да не подсказывай ты уже, а то сейчас ведь подскажешь. Начинается новый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, ну что, вы у нас уже... Что у вас петь? Огурцы, старшеклассницу или звезду по имени Солнце? А кукушку? Кукушка, пропой. Нет, ну давайте уж тогда, что лучше знаете. Восьмиклассницу, может быть, да? Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Ну а мы тогда в ответ восьмиклассницу. По темной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем. А ты конфетки ешь. А ты конфетки ешь. О-о-о, восьмиклассница. Ладно, вымучили, выстрадали. Что хотите получить? А вот дядя Шкансон, это куда и когда? Это драмтеатр. Сегодня, 27 октября, в 6 часов вечера. Давайте на сегодня. Решайте. Прекрасно совершенно, да. Выиграли и через несколько часов уже отправитесь. Не клоните трубочку, вам объяснят, как билеты получить. Да. Прекрасный спектакль музыкальный. Как поступим? Еще что-нибудь разыграем? Или акцентируем уже внимание на приближающейся ночи искусств и на арт-маркете? В гостях, как говорится, воля хозяйская. Ну, давайте. Пара минут все-таки остается. Мы все равно не можем ничего серьезного разыграть. Поэтому давайте поговорим на счет ночи искусств. Да, уже отходя от ранее анонсированного спектакля. Ну, это прекрасное событие, потому что как-то бесплатный вход и интрига ночи. Когда? Это 5-й, нет, БРУ, нет, 4-е ноября. 4-е ноября. 4-е ноября у нас будет с 17.00 до 22.00. Это основной поток, когда люди приходят. Но мы начнем, раньше мы начнем в 14.00, в 14.30. У нас будет бесплатный мастер-класс про детские застудии. У нас будет хороший преподаватель, который ежегодно ездит в Италию, там учится, у него есть там знакомые. Будет делиться опытом с детишками совершенно бесплатно. Это про ночи искусств мы говорим. Мы рассказываем про ночи искусств. Которая начнется в 2.30. В 14.30 будет мастер-класс «Свободный вход», детская застудия, галерея прогресса. В 17.00 мы открываем совершенно для всех бесплатный вход. Это выставка прогулки 100 лет назад. Причем не только город, а и село тоже. То есть в Ветске полностью все. И в 20.00 будет экскурсия с художником Татьяной Дедовой и писателем Светланой Шашиной. То есть все могут пообщаться. Когда художник рассказывает, это непередаваемо. И это очень важно. Потому что они создавали проект. От первого источника слышали. За пределами слов что-то переходит в вас. То, что люди получили за 60 лет примерно опыта поиска и решений. Вот. В общем-то все. Четвертое число, 14.30. 14.30. А мастер-классы, а в 18.00, да? Значит, все уже как бы основное действие. Понимаете, там порядка где-то, ну скажем, 80 работ, и каждая имеет маленькое описание. Чтобы ее посмотреть, а это очень интересно посмотреть, какая вятка была красивая, какая она была духовная, удивительная и волшебная. Ну, нужно как бы вот как раз, ну, часа два каждому нужно посмотреть. Поэтому приходите, когда еще это будет неизвестно. В таком объеме. И на следующий день, 5-го числа? На следующий день у нас будет традиционный арт-маркет, сбор урожая. Осенний. Осенний. Да, как бы прекрасные дизайнеры, художники. И тот, кто делает руками удивительные вещи. Вход бесплатный для посетителей. Продавцы выложат свои товары. Когда он начнется? Он начинается в этот раз с 11.00. Это уже для посетителей, да? Для посетителей. И закончится в 18.00. То есть практически целый день. Да, ну вот это премия, которая, в смысле, на одном дыхании проходит. И для посетителей, и для торговцев. Всем хорошо. И атмосфера праздника сохраняется. Я смотрю на сайте галереи. Тут есть еще специальные условия для тех, кто хочет выступить в роли хозяев в этот день. Я имею в виду для участников непосредственно арт-маркета. Это очень условная сумма для участников. Понимаете, в Европе это как бы стартап. То есть некоторые люди, которые начинали с нами 6 лет назад, они уже стали магазинами, которые торгуют на всю Россию. То есть ты платишь там какой-то минимальный взнос, но ты понимаешь, идет твой товар, продается, он пользуется спросом или нет. То есть минимальное вложение. Такая лакмусовая бумажка такая. Вот кто поднимает предпринимательство-то. Он на самом деле, да. Частично. Ну, по крайней мере, понимаете, это безболезненный опыт, который, ну, допустим, вот молодой человек взял деньги в банке. Ну, еще под такие сумасшедшие большие и все. И попал. Бизнес не пошел. Взял, не в смысле украл, но в смысле, да, взял кредит. Ну, конечно, он взял кредит под большие проценты, вложил в бизнес, не пошло все. Быстрее бы отдать, устроился грузчиком условно, чтобы отдать проценты и деньги. Здесь можно попробовать себя вообще, как бы, мы же себе в любом случае в строй у нас не коммунистический сегодня, у нас как бы капиталистический. То есть предпринимателем или быть в административном каком-то ресурсе работать, или предпринимателем, условно, да, в доходной области. И поэтому, конечно, молодежь хочет заработать и для себя, и для семьи. И поэтому это очень простой способ чуть-чуть прикоснуться к предпринимательской деятельности безболезненно. Брать кредит не надо. Все нормально. Это мы анонсировали. Это 5 ноября, да. 5 ноября, да. 5 арт-маркет, да. Следующие, 4 и 5 ноября, суббота и воскресенье. Активные такие выходные в галерее прогресса. Ну и еще раз повторимся о том, что 11 ноября вы можете уже готовиться к Бродскому пилигриму, постановка, которая будет в галерее прогресса. Санкт-Петербургского театра Вертун. Мы к этому относимся как к переходу, который проекты очень долго ждем. Они, когда происходят в галерее, это переход на новый уровень. Для нас это эволюционный, как бы переосознание предыдущего опыта. К Бродскому мы относимся именно так. Кстати, он участвовал в двух политических акциях. Одна из них, там что-то было с Польшей связано. А вторая была, он был против того, что мы вошли в Афганистан. Истекает наше время. Культпоход на этом завершается. Благодарю Дмитрию Ашилеевой, руководителя галереи прогресса. В следующую пятницу встретимся. Обязательно. Безусловно, в конце каждого культпохода мы напоминаем об открывашке, которая будет в воскресенье в 10 утра. В воскресенье в 10 утра. Туда тоже можно позвонить, ответить правильно и получить приз. И все это, соответственно, рассчитано в первую очередь на детей. Культпоход завершен. Я не прощаюсь, у меня пауза возникла, потому что до встречи через 20 минут в программе «Сделано вятки». А я приду в понедельник. Культпоход